Займы на определенных условиях. 9 человек в Бийске лишились своей недвижимости. Все они обратились в микрофинансовую организацию, чтобы взять наличные. Однако деньги давали после подписания договора купли-продажи недвижимости. Дальше, когда мошенники начали продавать дома и квартиры своих клиентов, люди обратились за помощью в правоохранительные органы. Указанный договор купли-продажи был регистрирован в Росреестре. И, соответственно, право собственности на указанное недвижимое имущество переходило к осужденному. Последний по прошествии совершенно непродолжительного периода времени в большинстве случаев, даже не дождавшись возврата долга, выставлял указанное имущество на продажу, соответственно, получал за продажу указанного имущества, которое не принадлежит последнему, поскольку договор купли-продажи эффективным получал, соответственно, выгоду. В ходе судебного процесса мужчину признали виновным. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии. Добавим, что в общей сложности от действий мошенника пострадали девять человек. Ущерб составил почти 10 миллионов рублей. Люди, которые согласились на определенные условия и поставили свои подписи под документом купли-продажи, остались без квартир.